Всем привет, мои дорогие друзья! Наконец-то на моем канале, а также у меня в руках, появилась вторая монета из серии Уна и Лев, Остров Святой Елены. Сейчас я попробую вам их поближе показать, насколько это интересные монетки. Их лучше всего смотреть, конечно же, без капсул. Тогда это можно передать, грубо говоря, всю красоту данных монет. Итак, вот это слева у нас первая монета, справа у нас вторая монета. Значит, плюсы и минусы. Первая монета имеет тираж всего лишь 5000 штук, вторая монета имеет тираж уже 10000 штук. Слева монета, то есть первая, она выполнена, видите, в матовом таком интересном исполнении. Справа монета уже интересный дизайн, немножко по-другому, эффект полупруф, так сказать, да, более полированный чекан. Имеет гладкое поле вокруг, грубо говоря, вернее, под самим главным рисунком. В принципе, что одна, что вторая монета очень интересная по своему дизайну, потому что действительно очень такой мощный лев рядом с прекрасной женщиной. Что это олицетворяет собой, я не знаю, напишите в комментариях, кто разбирается в этой мифологии. Я не искал, однако же монета мне безумно нравится. Плюс данные монеты, они вписываются в огромную кучу, грубо говоря, монет, посвященных некой женщине, да, воительнице или там какой-то суперкрутой. Грубо говоря, матриархат сейчас последние, скажем, в 20-е годы, он очень сильно развит, и женщина становится опорой мужчин, то есть женщина уже перестает быть слабым полом, и вот это на монетах очень сильно хорошо и показано. То есть везде, грубо говоря, движуху устраивают именно женщины, да и вообще вся движуха мужика устраивается только из-за женщин, по факту. Вот, все остальное это так, хобби и развлечения. Но все равно монеты безумно красивые, это опять же уже идет и как коллекция, и как инвестиция. На данный момент стоимость на эту монету не очень высокая, ссылка на данную монету в описании, вы можете там себе спокойненько ее прикупить, или там на аукционе, не знаю, будете смотреть какой вариант. Значит, то есть не является на сегодняшний момент редкостью данная монета, потому что у нее большой тираж. Ну и также с обратной стороны тоже интересно, видите, уже глянцевое поле, в отличие от данной монеты первой в серии. И в этом и прелесть данных монет, что они между собой отличаются, и отличаются достаточно существенно. Вот какая разница, то есть монета справа, это вторая монета в серии, 1 фунт номинал 2021 год. То есть, в принципе, рисунок вроде бы тот же, текст такой же, однако поле, видите, совершенно другое. Действительно, очень интересно и достаточно красиво. Реально, я в восторге от этих монет. Мне очень нравится эта серия. Мечтаю, конечно, британскую Уну найти, но британская Уна стоит очень дорого. Так что, дорогие друзья, вот такая вот интересная инвестиция. Я настоятельно рекомендую по возможности купить, если у вас будет хорошая цена, потому что монета стоит того, чтобы была она в коллекции. Действительно красиво. Ну, я в восторге. Допустим, это же инвестиционная монета. Тираж, в принципе, не такой уж и большой, даже те же 10 тысяч штук на весь мир. А это не так уж и много. Плюс еще самая важная прелесть в том, что эту монету вы можете продать абсолютно в любой стране мира. Достаточно знаменитый бренд уже, так сказать, и пользуется популярностью во всем мире, дорогие друзья. Также вы можете по ссылке в описании посмотреть еще вот такие монеты, которые, если у вас их нет, вы можете там себе прикупить. Значит, это дракон и феникс, дракон, китайская какая-то монетка. Ну, это рестрайк, инвестиционный. Все инвестиционные серебряные монеты. Это у нас, получается, Италия, Германия. Вот, квинн британский. Британия, Германия, первая монета в серии. Интересно, сколько она сейчас стоит. Ого, нехило так подорожала монетка. Фафниер тоже бомбическая монета. Тоже неплохо стоит уже. Вот это классный тоже дракон, раунд американский. Британия, Германия. Какая-то медаль там есть. Вот еще добродетель, по-моему, королевы вторая уже монета в серии. Это какая-то гитара. Не знаю, квинн, что ли. Напишите в комментариях, что здесь вы видите. У меня какая-то группа Зехо. Не знаю, что это такое. Так, фафнир цветной. Слиток серебра. Чхенщи, так называемая бомба тоже. Посейдон. Полтинник, 27-й год. Первый черный флаг. Потом ICDC. Вот Уна и Лев вторая. Зевс. Еще Чхин. Это у нас получается лист дубовой, по-моему, Германия. Тоже Квока Австралия. Вот такой бычок из ЮАР. Первая Уна есть. Кстати, сколько стоит? Ого! Хорошо так стоит. Фафнир двойной. Ого! Сколько он стоит? Дорогие друзья, ну вот для эксклюзивных, грубо говоря, предметов вот здесь по ссылке. О, слоник появился. Вы посмотрите только. У меня мечта весь ЮАР собрать, но это уже не подъемная мечта. Добродетель есть тоже. Это Ост-Индия. Рестрайки. Ковбой прикольный. Британия. Вот. И Колумбия. Германия есть. Лев. Большой. Потом Носорог. Кстати, Британия выпустила вот эту двухунцовку. Тоже можно тут заказать. Этот конек Австралии. Гепард. Красивая монета. Кстати, насчет гепарда. Я сейчас хочу попробовать вам показать. Да, вот он у меня есть. В следующих видео сделаю обзор. Тоже крутая монета. Рекомендую. Прикольный Австралийский Орел. Еще дубовый лист. Вот это. Он и Лев. О, и Дельфины есть. Четвертые, кстати, Австралийские. Еще прикольный доллар Австралии. Обычная Британия. Крюгеранды. Знаменитая монета. Еще Георгий. Так называемый. В общем, дорогие друзья. Монет там дофига. Переходите по ссылке в описании. Покупайте. Участвуйте в аукционе, если есть там аукцион. И рекомендую настоятельно прикупить себе такую Уну и Лев вторую. Пока она стоит недорого. Потому что эта монета будет дорожать. Она будет догонять и эту Уну. Все захотят ее в коллекцию. Грубо говоря, тираж здесь больше. Эту не смогут купить. Возьмут хотя бы эту. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить.